Итак, Феликс Прометарев Павла два года сменился с должности и передал это дело следующему правителю, тоже римляну, звали его Фест. Фест прибыл в Иерусалим, против Павла Фесту наговорили в Иерусалиме. А что Фест говорит? Приходите в Кесарию, будем разбираться. Представители иерусалимских иудеев пришли разбираться, об этом 25 глава Деяния апостолов. Они выдвигали массу обвинений. Фест, как человек, только что вступивший в должность, хотел к ним как-то подмазаться, сделать им что-то приятное, угодное. И готов был отдать им Павла на суд. Но Павел-то римский гражданин, и на суд его просто так не отдашь. Фест спрашивает, хочет ли Павел идти в Иерусалим. Павел говорит, нет. Я стою здесь перед судом Цезаря, Кесаря, потому что ты представитель Кесаря. Но дальше он говорит, требую суда Кесаря. Фест вынужден был согласиться просто потому, что Павел сказал фразу, фразу, которая юридически была его правом. То есть он сделал заявление, сейчас это заявление писали бы письменно, он сделал перед представителем власти римское заявление. Я хочу быть судимым у Кесаря. И как римский гражданин, поскольку местная власть не могла принять решение на протяжении долгого времени, Павел имел такое право. Со стороны человеческой, это бюрократические проволочки, это взяточник Феликс, который долго хотел что-то получить от Павла, он так и не получил. Это Фест, который хотел подыграть евреям, но не смог. Это путь в Рим, который будет непростым путем. Со стороны Божьей, это возможность для Павла снова и снова свидетельствовать. Интересно, что Феликс, рассказывая потом об этой ситуации Ироду Агриппе, с которым он также встречался, признает невиновность Павла, что доказательств против него не собрали. Но поскольку Павел потребовал Кесарева суда, было принято решение этот суд устроить, отправить его на этот суд. 24 стих 25 главы «Деяния апостолов» Павел перед Агриппой. Фест представляет эту ситуацию сначала. И сказал Фест, царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступили ко мне в Иерусалиме, и здесь кричали, что ему не должно более жить. Это те же самые слова, которые уже звучали раньше. Но я нашел, и вот это опять-таки, он находится в зале суда. Он как римлянин высказывает римское видение происходящего. Я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю. «Посему привел его пред вас, и особенно пред тебя, царя Агриппа, дабы по рассмотрении было мне, что написать. Ибо мне кажется, нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него». То есть Фест сам так и не понял, в чем его обвиняют. Потому что не поняли и сами обвинители. Они хотели результата, они хотели смерти Павла. Добиться этого оказалось очень и очень сложно. Тем более в той римской системе, которая тогда существовала. Павел обращается к Агриппе. Агриппа иудеи. Агриппа потомок великого Ирода. Ирода великого. Агриппа знает все, что происходит в Иудее. Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Значит, через вот эту ситуацию у Павла появляется возможность защищаться. У Павла возникает возможность благовестовать. Он опять рассказывает свою историю. Он рассказывает, что он из иудеев. Он рассказывает, что он жил по закону. Что же, неужели вы невероятно почитаете, что Бог воскрешает в мертвых? Восьмой стих. Он опять ссылается таким образом на спор фарисеев и саддукеев. Он рассказывает, начиная с девятого стиха, историю своего покаяния, которую мы с вами также уже читали. Причем рассказывает и очень подробно. И здесь, обращаясь к Агриппе, он рассказывает о том, что Бог его призвал к служению язычникам. За это, 21 стих, 26 главы, за это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому. Ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили. Что это будет. То есть, что Христос имел пострадать. И восстав первый из мертвых, возвестить свет народу, а и язычникам. Вот это, пожалуй, из всех свидетельств последних глав, это, пожалуй, самое полное евангельское свидетельство. Агриппа удостоился того, что перед ним Павел излагает Евангелие. Смотрите на реакцию Агриппы и Феста. Смотрите, когда он так защищался, Фест громким голосом сказал. Ведь, помните, в начале Фест как бы просил Агриппу высказаться. Здесь Фест начинает говорить сам, не дав Агриппе сказать ни слова. Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Короче, доучился, да? Нет, достопочтенный Фест, сказал он, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего скрыто. Ибо это не в углу происходило. То есть, царь мог об этом слышать. То, что произошло с Иисусом, было общеизвестно. Агриппа ничего не успел сказать. Фест встрял в разговор и сказал, безумствуешь ты. Но следующий вопрос обращен к Агриппе. Веришь ли ты, царь Агриппа, пророкам? Риторический вопрос. Знаю, что веришь. Агриппа сказал Павлу. И вот его слова замечательны. Ты немного не убеждаешь меня, Павел, сделаться христианином. Если Фест решил, что все это безумство, и отверг даже не поняв, то высказывание Агриппы показывает, что он все отлично понял. Он отлично понял, что это не вопрос академический. Он отлично понял, что это вопрос следования за Христом. И понимая это, он говорит, нет. Еще раз. Фест упрягает Павла в безумстве, не прислушавшись. Агриппа прислушался, понял. И своим утверждением, ты немного не убеждаешь меня сделать христианином, делаться христианином, ты совсем не убеждаешь меня. Он фактически говорит, нет. Ответ Павла блестящий. Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз. Здесь есть одна проблема. Я хочу, чтобы вы были, как я. Опять, я хочу, чтобы вы были подражателями мне, потому что я подражатель Христу. Но только, конечно, узы вам эти не нужны. Еще раз обратите, пожалуйста, внимание на то, что Агриппа все понял. Он встает. А тогда царь Агриппа, правитель и Вереника, и сидевшие с ними встали. Они встали с судейского места, зала суда. И отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. Они не готовы были стать христианами, но они при этом и понимают римское правосудие. Они понимают, что освободить Павла можно прямо сейчас. Но тут возникает одна преграда. И сказала Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его к кесарю. Вот ошибся Павел, что в пылу сказал эту фразу, требую суда кесаря. Наверное, все-таки нет. Надлежало ему идти в Рим. Надлежало ему совершить четвертое миссионерское путешествие. Если наши друзья в компьютерной комнате смогут найти карту четвертого миссионерского похода, которая в той же папочке есть, ее можно показать. Надлежало ему сейчас отправиться в Рим через кесарию, проведя два года в кесарии, отправиться на корабле в Рим, для того, чтобы свидетельствовать и там, для того, чтобы свидетельствовать перед кесарем. Понимаете, окружающие люди могут решить, что они взяли нас в тиски, они взяли нас в оборот, у нас нет выхода. Но на самом деле, это не обстоятельства, или не люди берут нас в тиски, а это Бог ведет нас, и часто через этих самых людей. Его за государственный счет отправляют в Рим. Он плывет на корабле, совершенно замечательное описание, мы находим в деяниях апостолов, этого путешествия, прекрасного путешествия на корабле. Мы помним бурю, которая разыгралась, мы помним, как корабль развалился, мы помним кораблекрушение, как они вышли на берег, но мы помним на протяжении всех этих страшных событий, что Павел не воспринимается, как узник. Павел фактически берет в свои руки эту ситуацию. Вот если уж кто понимает, что происходит, это Павел. Каждый из нас может жить в активе или в пассиве. В пассиве это когда с нами что-нибудь делают. Мы жертва других людей, обстоятельств, воспитания, внучатой бабушке по прадедовской линии, которая когда-то, где-то, что-то и так далее. Как помните, король, вот тот замечательный король, которого играл Леонов в фильме «Обыкновенное чудо», по-моему, называется, «Медведь», который говорит, я король, вот почему я такой, вот в этом сейчас во мне играет моя бабушка, которая там делала всякие гадости и так далее. Вот такие жертвы обстоятельств, человек, который живет в пассиве. А можно жить в активе, когда мы силою Божию эту жизнь вокруг нас определяем. Когда не то, что вот со мной что-то постоянно происходит, я не могу понять, вот как я до такой жизни дошел. А когда мы в молитве, в верности Божией и идем сами, и ведем за собой других людей. Это большая-большая разница. Кстати, эту разницу понимают не только христиане. Эту разницу отлично понимают и в бизнесе. Мне рассказывали, например, что в некоем агентстве по трудоустройству человеку задают вопрос среди других вопросов, которые ему задают, есть и такой. Ну вот опишите, пожалуйста, что с вами будет. Опишите, пожалуйста, как вы представляете себе вот, опишите, пожалуйста, как вы представляете себе ваш первый день после выхода на новую работу. И если человек начинает говорить примерно так. Ну, вы знаете, вот я приду, мне покажут рабочее место, меня представят коллективу, мне расскажут о моих обязанностях, научат пользоваться компьютером. Вы поняли, да, смысл? Меня представят, мне расскажут, мне покажут. Вот если у человека больше вот такого ответа, такого взгляда, то он по этому вопросу не проходит. Если он скажет, ну, я приду, разберусь с работой, познакомлюсь с коллективом, познакомлюсь с начальством, разберусь с компьютерами, пойму, в чем моя должна стать инструкция, вот это не мне покажут, меня представят, а я разберусь, я пойму. Вот это хорошо, это и есть жизнь в пассиве. Важно, наоборот, это хорошо, это и есть жизнь в активе, когда мы действующее лицо, ну, а по большому счету, поскольку мы христиане, это Бог действует в нас. Павел приходит в Рим, Павел находится в Риме под домашним арестом. Он, книга «Геяния апостолов», кончается, 28 глава, 30 стих, «И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Вот он находится под домашним арестом, при этом он продолжает писать, при этом он продолжает учить, при этом он продолжает встречаться с людьми. И вот это особое время в его жизни. Это особое время, в которое написаны 4 письма, 4 послания. Четвертое путешествие, 4 послания. Эти послания часто называют тюремными посланиями или посланиями из заключения. Два из них очень похожи друг на друга. Послание Ефесиным, послание Колоссиным. А послания настолько похожи еще и потому, что Царствие, что Ефес и Колоссы находились недалеко друг от друга. И читатели этих посланий должны были обмениваться ими. То есть Ефесское послание читали в Колоссах, и наоборот, Колосское читали в Ефесе. По посланию к Ефесиным у вас есть целый большой курс. Я не буду ничего повторять по этому поводу, просто потому что вы можете взять диски и посмотреть. Основная мысль послания к Ефесиным заключается в том, что Господь по своей милости создал нечто новое. Вот это новое Божие творение, состоящее из язычников и из иудеев, и все они спасены, это Церковь Божия. Божия тайна, которая открылась в нас. Это Божия Церковь, искупленная Иисусом Христом, в которую мы входим по благодати, через веру. Благодатью вы спасены, через веру. А, Месье, не от вас Божий дар. И поскольку мы часть нового творения, мы часть нового организма, ничего раньше подобного не было, по этой самой причине мы с вами и живем по-новому. У нас новые взаимоотношения, у нас новые обязательства друг перед другом, у нас новая жизнь. И все это для того, чтобы мы могли участвовать в духовной битве, в духовной брани. А все это для того, чтобы через нас, через Церковь Божию распространялась Евангелие. Из двух создается одно. Это новая Церковь. Он пишет, обращаясь к Ефесской Церкви, которую он хорошо знает, которую он хорошо любит, которую он сильно любит. И в то же время, примерно, пишется послание Колоссиным. Колоссской Церкви, основная мысль в послании Колоссиным «Иисуса Христа достаточно». «Иисуса Христа достаточно для нашего спасения, достаточно для нашего освящения, достаточно для нашего оправдания». Про Иисуса мы читаем в послании Колоссиным, 1 глава 16 и следующие стихи. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господства ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела Церкви. Он – начаток первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. И вас, бывших... Сейчас, минутку. Так. А и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадете от надежды благоествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Вот это длинное предложение, начинающееся со слов и вас, и до конца стиха, которое я, Павел, сделал со служителем, как раз более понятным становится в контексте того, о чем мы говорили в Деяниях Апостолов. Павел на протяжении всего этого времени знает, что ни перед Богом, ни перед людьми он ни в чем не виноват. Его совесть чиста, но он готов пройти этот путь. Он готов был седть в Кесарии, он готов был отправиться в Рим. Он готов был пройти этот путь, потому что Христа для него достаточно. Потому что, ему не надо оправдываться, но он готов нести Евангелие Иисуса Христа. А в колоссах было много разных школ, много разных учений. Зарождалось то, что потом будут называть гнастицизмом. Это особая тема, это большая тема. И смысл, если очень коротко и очень просто, заключается в том, что люди говорили так, ребят, все это ваше христианство, это слишком примитивно. Вот надо что-нибудь такое придумать по заковыристие. А то как-то, ну, Христос умер, воскрес. Все понятно, но просто надо как-то поинтереснее сделать. Апостол Павел говорит, нет, у вас с Христом все стоит, раз его силы хватает для того, чтобы этот мир держать, то уж для нашего спасения и для нашей праведной жизни его силы точно хватит. И, соответственно, поскольку это так, то и жить мы будем во Христе и сила Божия, силы Божьей будет достаточно для того, чтобы нам с вами жить в праведности, чтобы нам чтобы нам с вами жить праведно. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и возумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями. «Во благодати воспеваясь в сердцах ваших Господа». А потом у церкви действительно будет немало искушений. Искушения как раз и будут связаны с тем, чтобы к Евангелию, к простоте Евангелия добавить еще что-то. Читая апостола Павла, мы снова и снова убеждаемся в силе Евангелия, которая и проявляется в его простоте. Читая апостола Павла, мы снова и снова поражаемся, как Бог мог такое устроить. Не надо быть профессором религиоведения, чтобы понять Евангелие. Но поняв его, мы потом можем потратить всю жизнь, чтобы понять его глубже. И даже при этом, когда в конце концов мы предстанем пред Богом, я уверен, многое, очень многое нас удивит. Еще одно послание, которое пишется Колосиным, но это послание написано конкретному жителю Колос. Это послание Филимону. Историю вы это помните. Беглый раб Анисим пришел в Рим, попал в Рим, Павел общается с ним, Анисим приходит ко Христу, становится как сын для Павла, Анисим нужно возвратиться к хозяину, Филимон, а Филимон христианин. Если Павел был совершенно невиновен перед римским законом, то Анисим, беглый раб, был виновен и достоин смерти. Если Павел при всех своих путешествиях не сделал ничего такого, что было предусудительно с точки зрения Рима, то Анисим, идя в Колосы, должен был пойти на верную гибель. И судьба его находилась не в руках Кесаря, а в руках Филимона. Вот и обращается Павел к Филимону с просьбой принять Анисима, принять его как сына. И среди прочего Павел сообщает Филимону о том, что надеется вернуться обратно, вернуться из Рима, встретиться с ним, надеется посетить его, надеется быть вместе с ним. Он сообщает также Павлу о том, что сообщает также Филимону, что его ожидания, что его христианская вера, что его христианское благочестие известны апостолу Павлу. Здесь же появляется еще и Марк. Это тот же самый Иоанн Марк, с которым Павел расстался в первом миссионерском походе. и после первого миссионерского похода. В первом он пошел, не пошел дальше Марк с Павлом, а потом уже Павел его и не взял. Интересно, что в самом конце послания, посвященного теме прощения, в самом конце послания, в котором основная мысль «прощайте других, как Бог, простил вас». В конце этого послания появляется имя человека, с которым у Павла были определенные трудности в отношениях, но с которым тоже было прощение. Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом Твоим. Аминь. Вот прощение, к которому призывает Павел Филимона, это прощение, которое ему самому тоже необходимо было в отношениях с некоторыми людьми. Прощение, которое готов он был даровать, потому что он знал, как его простил сам Бог. Четвертое миссионерское путешествие должно быть четыре послания Ефесиным, Колосиным, Филимону. Остается еще одно, это послание филиппийцам и о нем после краткого пятиминутного перерыва. Субтитры создавал DimaTorzok